Уважаемые коллеги, я начинаю предварительную часть нашего вебинара. Сергей пока не подошел, но я надеюсь, что он в течение нескольких минут будет. Он сегодня ведет наш вебинар в перерыве между очным мастер-классом, причем не в Москве, а достаточно далеко в пределах нашей Родины. Ну что ж, давайте пока, чтобы его не отвлекать, я сделаю свои обычные объявления, а дальше будем смотреть по ходу того, как у нас что получится. Итак, в самом начале нашего чата находятся две важные ссылки. Первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров, которые проходят в течение всего учебного года, вплоть до июня месяца 2018 года. Вторая ссылка ведет на запись нашего вебинара, на записи всех наших вебинаров. И, да, кстати, вот этот вебинар должен стать двухсотым на нашем канале YouTube, когда мы его разместим там. Случится это, скорее всего, ну, наверное, где-то завтра к вечеру. Вот, и вторая ссылка, это ссылка на наш канал на YouTube, на который я вас призываю подписаться, чтобы иметь уведомление о том, что там новое появляется. Ну, и, как всегда, я хотел бы вам прорекламировать два наших следующих вебинара. Давайте я их помещу, ссылку на них помещу в наш чат. Завтрашний вебинар проведет Наталья Феофанова. Это второй вебинар из вебинаров компании Stepik. Будет мастер-класс по созданию онлайн-курса на платформе Stepik. Первый вебинар был очень интересный, и много интересной новой информации Наталья нам продемонстрировала, показала. Я думаю, что второй будет еще более насыщенный и будет направлен на тех, в основном, кто хочет создавать свои собственные курсы. Ну, и второй вебинар в пятницу. Послезавтра это будет мой вебинар по пури бесплатных инструментов для разработки учебного видео. Ну, в некотором смысле, то, о чем сегодня будет говорить сегодня Сергей, это тоже касается, тоже в эту же когорту бесплатных инструментов. Хотя это не совсем бесплатно, но есть и бесплатная версия тоже. Ну, и таких инструментов достаточно много. Мы о них поговорим в пятницу в 12 часов. Вот, все присутствующие здесь получат бесплатные сертификаты, именные, электронные на свою почту. Вот, и я вижу, что Сергей положил в ресурсы, которые можно скачивать, большое количество всяких ресурсов. Вот, вижу, Сергей появился. Сейчас я ему дам слово. Да, собственно, Сергей, я думаю, что дальше ты уже сам расскажешь о том, что в ресурсах, что можно скачать, как и так далее. Я свою вводную часть заканчиваю и передаю слово нашему сегодняшнему спикеру Сергею Анатольевичу Гевлевичу. Да, здравствуйте. Я подключился так вот впритык, потому что сейчас нахожусь в Томасийске на форуме по социальному предпринимательству. И параллельно провожу еще мастерскую такую очную. Вырвался сейчас на часок. Скажите, пожалуйста, кто сюда пришел осознанно, то есть есть какой-то запрос на ту или иную информацию. Напишите, пожалуйста, в чат, что бы вы хотели узнать, с чем вы хотели отсюда уйти. Звук прерывается, да? Слышно меня? Раз, два. Я потому что вышел хорошо. Звук прерывается. Звук прорывается. Звук прерывается. Так, раз-два. Так, лучше слышно? Так, раз-два, раз-два, раз-два. Слышно или нет? Отлично или нет? Так, тихо слышно. Вроде у микрофона у меня максимум стоит. Раз-два. Если вот так буду говорить. Так, раз-два. Слышно? Угу, плюс, да? Так, стало лучше? Стало лучше, отлично. Давайте тогда поступим таким образом. Кто пришел на этот вебинар осознанно и у него есть некий запрос на ту или иную информацию, пожалуйста, озвучьте его, напишите, ну не озвучьте, а напишите его в чате, в комментариях. Чем вы хотите выйти с этого вебинара? Что вы хотите узнать? Ну, если пока не сформирован запрос, вы напишите тогда, кто вы. То есть вы там библиотекарь, вы преподаватель вуза, вы преподаватель школы, вы методист. Ну, так, я по-прежнему плюсики вижу в чате. Так, работа детской библиотеки, библиотекарь. Библиотекарь, ага. Вот, педагог, библиотекарь. Так, что это? Ага, ну, то есть такое начальное, да, знакомство. Интересно, как делать? На занятиях в виде, педагог, вы знаете. Так, пока вижу, пока вижу только, да, есть, ну, понятно, что основная аудитория – это библиотекарь или педагог-библиотекарь. Есть преподаватель вузов, да, и почти ни у кого нет какого-то осознанного запроса. Поэтому давайте я… Так, здесь пропадает… Ну, как будто пропадает звук, вы там пишите мне звук, и если… И если будет хорошо, так, любопытство превалирует. Так, так слышно? Отлично, все, спасибо. Я тогда продолжаю. Давайте я для затравки запущу сейчас ролик. Этот ролик прошу не записывать и никуда не выкладывать, потому что это ролик, который сделали дети одной из школ, в которой на протяжении нескольких лет проходят занятия в форме, ну, такого перевернутого класса, когда дети новые какие-то схемы, новые учебные материалы, они создают объясняющие видеоролики. И, ну, то есть возник некий педагог такой инициативный, зовут Ольгер Афальчук, школа 582-я в Санкт-Петербурге. Алло, так, раз-два, раз-два, слышно? Это 582-я школа. Давайте я тогда сейчас запущу ролик. Вы его посмотрите. Это ролик «Сотные детьми» в рамках российского конкурса видеороликов. Он один из призеров. Не знаю, там, победит или нет. Это выяснится в декабре. Вот. Ну, вы можете посмотреть и оценить уровень подготовки детей до того, к чему может принято. Россия будущего. Какой она может стать? Это вопрос сложный. Будущее нашей страны туманно. Все может пойти по совершенно разным путям. Так как же все это может быть? Вот оно. Будущее, в котором Россия – страна передовых технологий. Страна, где учатся и работают лучшие умы мира. В такой России происходит невероятное открытие. Развиваются научные проекты. Все роботизировано. От офисов до детских садов. Здесь не осталось старой архитектуры, природы. Не осталось места русской культуре. Осталось ли место хоть чему-то, кроме техники? А вот другое будущее. Вот Россия – страна, истощенная войной. Весь бюджет нашей Родины идет на развитие военной техники и армии. Да, Россия тогда будет прекрасно вооружена. Вот только ведет это к агрессии внутри страны, к агрессии снаружи нее. Что ждет такую Россию? Будущую страны, разрываемой на куски, вечной и бессмысленной войной. А вот еще один неутешительный прогноз. Россия медленно, но верно, движется к экологической катастрофе. Мы черпаем без меры природные ресурсы, загрязняем окружающую среду и ничего не делаем, чтобы исправить положение. В такой России практически не происходит вторичной переработки сырья. О раздельном сборе мусора нужно только мечтать. А городские свалки разрастаются, становясь больше самих городов. Если все будет так, то земля изживет страну, уничтожающую ее. Но неужели нет сценария, в котором Россию ждет счастливое будущее? Он есть. Это история о гармонично развитой стране, где есть место науки и искусству, техники и природе, где проблемы решаются мирным путем. Армия существует, лишь чтобы помогать гражданам и защищать их. Такая Россия – настоящая страна будущего, будущего счастливого и светлого. Какой станет Россия в самом ближайшем, в самом отдаленном будущем, зависит только от нас. От того, что мы сами делаем каждый день. Будущее страны – это те, кто уже сейчас делают ее лучше. Те, кто совершают научные прорывы. Те, кто сажает деревья. Те, кто стали или станут политиками и военными. Будущее России пока туманное. Но одно мы можем сказать совершенно точно. Мы сами определяем, каким это будущее однажды станет. Так, друзья, ролик закончился, правильно я понимаю? Меня слышно, нет? Да, хорошо. Ну вот, это, конечно, тот результат, к которому можно стремиться. И что мы здесь можем увидеть? Сейчас вот модно говорить о обучении через модели компетенций. Здесь мы видим, во-первых, ребенок смог какую-то мысль сформулировать. То есть он смог построить композиционно это сообщение с точки зрения текста. Есть там некая драматургия в этом ролике. Он плюс еще визуально выстроил определенные визуальные метафоры, визуальный ряд интересный, да, такие переходы от одной цены к другой. То есть это, ну, для чего это может быть? То есть объясняшка, она с одной стороны... Мы сейчас посмотрим еще один ролик о том, как устроена программа объясняшки. Вы поймете, что... Нет, нет, слушайте, это точно дети. Они просто вот несколько лет, два года в таком факультативном режиме занимались с преподавателем, но регулярно, и развили некие свои такие способности. То есть способности мышления, способности формулирования сообщений в виде текста, да, в виде определенного, ну, смыслового ряда. И плюс визуализация. То есть это, конечно, да. Ну, это одиннадцатиклассница сделала с товарищами, со своими подружками. Причем она сделала этот ролик конкретно, ну, сказала, так, под этот конкурс ей учительница предложила, говорит, не хочешь поучаствовать, ну, кто-нибудь хочет поучаствовать в конкурсе. И вот она там за выходные, или там за неделю, наверное, ну, основная работа за выходные была сделана, вот она его нарисовала. Давайте я вам сейчас включу еще один... Так, ну, здесь я не усматриваю такие вещи, как, там, Крым, Крым, там, это вот, там, не знаю, политика. Давайте я вам покажу... Так, ну, не закинул сюда ролик один. Сейчас еще закину, пока он будет заноситься. Я расскажу, значит, каким образом проходят уроки. Таким образом, так лучше. Каким образом проходят уроки вот у Ольги Рафальчук в этой, ну, в школе. Во-первых, чтобы сделать ролик, он состоит из двух частей. Первая, это текстовая составляющая, то есть нужно взять и написать определенный текст. Текст, когда мы его пишем, 100 слов это одна минута. То есть если мы ролик делаем короткий, ну, в принципе, за урок дети делают короткие ролики, там, на минуту-полторы. То есть это 100-150 слов. И здесь важно уметь сформулировать какую-то ключевую мысль, ключевую идею и развернуть ее с помощью вот, ну, такого ограниченного количества слов. Значит, работа ведется, как правило, в группах. Это групповая деятельность. То есть оптимально три человека. То есть одновременно в классе, ну, там, если 20 человек, например, ну, 21, может работать порядка семи групп. Ну, там, пять, семь групп. Иногда по три, иногда по четыре человека. Значит, почему это не индивидуальная работа? Сама по себе программа, она индивидуальная. То есть в ней мы берем и пишем, ну, то есть работаем с iPad. Это такая система вроде индивидуальная. Но работа со смыслами – это групповая работа. И в ходе этой групповой работы происходит, ну, выявление смысла в ходе, в процессе обсуждения. В процессе того, когда участники этой микрогруппы пытаются формулировать свои какие-то идеи. Черный экран? Не знаю. Да. Так. Слышите? То есть работа идет в два приема. Первый прием – это когда дети обсуждают и в такой групповом взаимодействии создают текст. Текст заканчивается там, ну, к концу первого урока они его уже формулируют. Вот. И следующий момент – это визуализация. Значит, визуализация делается с помощью программы объясняшки. И я сейчас вот пытаюсь загрузить ролик, который показывает, как программа объясняшки работает. То есть, потому что в ней все очень-очень просто делается. Давайте вот что я сделаю. Я вам скину сейчас сайт, вы на него зайдете, и с этого сайта, там на первой странице этот ролик, и вы его посмотрите. Хорошо, потому что у меня… Я его почему-то не загрузил сюда предварительно. Он небольшой, он буквально на 3 минуты. Хорошо. А, вот, высветился, высветился адрес сайта. Зайдите, и там прямо, ну, он первой, первой такой страничкой. И посмотрите его. Я через 3 минуты продолжу. Хорошо. Не удается подключиться? Да. Если интересно, тогда, видимо, у меня все загрузили. Кто-то не будет, как можно детей здесьalon. Время – когда недавно идет. Ну, потому что, что из пакетов и всего-то получше. Тут интернет хороший. Так, давайте я сейчас запущу еще один пример ролика. И пока он будет показываться, я тогда найду... Здравствуйте, меня зовут Сергей Гевлич. Я создатель программы «Объясняшки» и технологии упаковки смыслов. В последнее время к программе и моему подходу возрастает интерес со стороны деятелей образования. Поэтому я решил сформулировать свою позицию в отношении современных проблем и вызовов образования, а также в отношении того, какие я вижу на них ответы. Начну с проблем. С развитием интернета отпадает необходимость запоминаний. Любую информацию легко получить по запросу. Точно так же по запросу можно получить доступ к электронному курсу по теме, которая актуальна в данный момент. И прокачать любой навык, который актуальна в данный момент. И прокачать любой навык, который актуальна в данный момент. Более того, развитие средств дополненной реальности информационных ассистентов избавляет от необходимости думать. Можно просто следовать инструкциям. Так поступают водители, которых к месту назначения ведет навигатор. Скорость изменения достигла таких значений, что система обучения не успевает за ними. Мы не знаем, чему нужно учить детей сегодня, чтобы они были успешны завтра. И вообще, сам процесс обучения теряет смысл. У детей нет запроса, а у взрослых нет ответа. Зачем учиться? Пропадает связь между успешностью человека в жизни и его успехами в обучении. Перед нами стоит следующий вызов. Первый. Как вернуть смысл процесса обучения? Увидеть взаимосвязь между причинами и следствием. Второй. Как учить не знанием, а мышлением? Ведь человек должен не только адекватно действовать в условиях постоянных изменений, но и иметь активную деятельную позицию. Сам быть источником изменений. Третий. Учиться всю жизнь. Как это? Требуется навык самостоятельного обучения. Находить информацию, верифицировать ее, выделять главное, интерпретировать, применять свои деятельности. И четвертый. Пожалуй, самый важный вызов. Как научить детей взаимодействовать друг с другом? Ставить цели, договариваться, распределять роли, находить ресурсы, добывать нужные знания, удерживать фокус и достигать результатов. На этом месте я должен сказать, что никогда не ставил перед собой задачу ответить на данные вызовы. Более того, у меня нет педагогического образования и опыта. Я занимаюсь тем, что мне интересно. Развитием программы с несерьезным названием «Обесняшки». Но к этой деятельности подключились педагоги практики. Мы получили интересные результаты, попробовали осознать и обобщить наш опыт, сделали множество открытий на этом пути. И главный из них – лучший способ понять что-либо, объяснить это другим. Данный принцип мы положили в основу образовательной технологии «Обесняшки». Вместо того, чтобы скарбливать ученикам замечательные, созданные профессионалами, объясняющие видеоролики в готовом виде, мы предлагаем им самостоятельно создать свой собственный объясняющий видеоролик. В чем инновация? И сейчас у многих школах дети создают на уроках информатики свои мультфильмы на разные, в том числе учебные темы. Проблема в том, что на таких уроках дети работают не столько с содержанием информации, сколько с технологией ее представления – видеосъемкой, анимацией, монтажом. На создание ролика уходит много времени. И дети переносят фокус внимания с содержания на форму. С программой «Обесняшки» дети за один подход успевают получить задачу, проанализировать и творчески переработать информацию, создать сценарий, нарисовать ролик, показать его своим одноклассникам – и это за пару уроков. В работе мы используем проектный подход. Есть цель – создать ясный объясняющий видеоролик. Это результат, который трудно сымитировать. Всем сразу ясно, получилось или нет. Есть процесс, состоящий из различных этапов. Разные виды деятельности требуют разных навыков и позволяют раскрываться ситуационному лидерству участников рабочей группы. Есть срок, к которому результат должен быть готов. Участники самостоятельно планируют время, распределяют задачи, роли, координируют активности и следят за временем. Работа ведется в группах по 3-4 человека. Группы вырабатывают согласованные решения. Для этого необходимы коммуникационные навыки. Умение слышать и понимать позицию оппонента. Умение сформировать и обосновать собственную. Умение договориться. А для этого требуются развитые навыки мышления. Ведь, как известно, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Особое внимание в нашем подходе уделяется вопрошанию. Считаем, что ставить правильные вопросы – одна из ключевых компетенций, благодаря которой возможно развитие. Дети учатся мыслить системно, видеть противоречия, принимать возможность сосуществования разных точек зрения. Еще одной особенностью объясняшек является активация обоих полушарий мозга. Составляем сценарий, задействуя логическое мышление левого. Рисуем, переводя текстовые абстракции, в визуальные метафоры и конкретные образы, развивая правое. Кроме того, задействуем эмоциональный интеллект, режиссируя создание звуковой дорожки. Самое интересное в этом процессе, что он не оставляет равнодушным никого. Люди, вне зависимости от возраста, с удовольствием включаются в него. С объясняшками работают школьники разных возрастов, студенты и даже взрослые. Насколько удачные получаются ролики? У всех по-разному. Однозначно могу сказать то, что регулярная практика создания объясняющих роликов здорово развивает способность мышления, коммуникационные навыки, навыки управления временем, задачами и ресурсами. В заключении приведу слова Ольги Рафальчук. Когда я объявляю в классе, что завтра мы пишем сочинения, дети принимают это как неприятную неизбежность. В то же время сообщение о том, что завтра делаем объясняшки, встречает радостный возглас класса. Давайте учиться с радостью! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Создадим простейший ролик, на основе которого посмотрим, как устроена программа объясняшки. В основе ролика лежит текст. Дополним его. Теперь озвучим. Идет обратный отсчет. «Где-то в Синем море есть затерянный остров, и на нем под пальмой живет большая черепаха». «Я могу прослушать ролик». «Где-то в Синем море есть затерянный остров, и на нем под пальмой живет большая черепаха». «Применить» мы получили звуковую дорожку. Теперь текст разделяем на смысловые фрагменты. Для этого помещаем на смысловые фрагменты. Для этого помещаем курсор в нужное место и ставим специальный маркер в виде ножниц. Следующим этапом проводим синхронизацию звуковой дорожки с текстом. «Где-то в Синем море есть затерянный остров, и на нем под пальмой…» «Все, что мне нужно было, это отслеживать момент перехода от одного кадра в другом и нажимать на красные ножнички». Перейдем к визуализации. «Выберем фон голубенький для неба». «Заходим в режим рисования». «Выбираю цвет» и рисуем море вот так размашисто довольно-таки. «Перехожу ко второму кадру». «Рисуем затерянный остров». «Вид не с моря на остров, а с острова в море». «Вот таким образом». «Вот таким образом». «Переходим к третьему кадру». «Перехожу к третьему кадру». «Нарисуем вот такую вот пальмочку, ствол и листочки разлапистые». «Закрасим листочки». «Выберем свет немножко посветлее. Как видим, закраска находится позади контура, поэтому можем это делать совершенно не боясь. и нарисуем на нашей пальме кокосики». «Переходим к четвертому кадру и рисуем большую черепаху». «Увеличим картинку, чтобы удобнее было рисовать». «А теперь нарисуем черепашку». «Вот такая у нас будет черепашка, замечательная. Смотрит куда-то вдаль и чего-то там поджидает». «Теперь раскрасим черепашку». «Панцирь сделаем таким вот веселым оранжевым». «Брюшко желтенькое». «А сама черепашка будет зеленая». «И финальный штрих. Нарисуем нашей черепашке глазик». «Видеоролик готов. Посмотрим его». «Где-то в синем море есть затерянный остров. И на нем под пальмой живет большая черепаха». «А теперь можем получить обычный видеофайл». «Нашего ролика». «Запускаем конвертацию». «И через некоторое время получаем обычный видеофайл в фотороле». «Так, друзья, я опять с вами. Слышно ли меня?» «Да, отлично». «Вот что хотел сказать. Смотрите, мы посмотрели только что ролик о том, как создаются видеоролики. То есть записанный процесс. И вы видите, что этот процесс очень простой. И благодаря такой простоте, которую нам удалось реализовать в программе «Бесняшки», создание видеороликов стало доступно. Если до этого нужно было где-то долго учиться или тратить какое-то гигантское количество времени для того, чтобы получить видеоролик, то здесь видеоролик дети делают за два урока. За первый урок они пишут сценарий, за второй урок они его визуализируют и готовы. Сама по себе программа бесплатна. Мы за нее денег не берем. Мы хотим, чтобы все больше и больше детей и педагогов использовали эту программу для того, чтобы… Бесплатно, бесплатно. Ну что, не верите? Там есть некоторые опции. Там опция, например, «Снять логотип». То есть, когда вы создаете видеофайл, то на нем сбоку изображено логотип этой программы. Ну, типа рекламки. Ну, смотрите. «Россия будущего». Какое оно может стать? «Россия», да? «2035». Видите, вот справа написано «Way explain to me». То есть, это адрес сайта, чтобы скачали. Но он, на самом деле, не портит картинку и способствует только дальнейшему распространению этой программки, чтобы люди, которые заинтересованы тоже создавать такие ролики, они понимали, откуда это взять. Значит, тоже. Значит, сам педагог, который проводит вот эти сессии, который с детьми работает, он отмечает для себя такую странную аномалию. Аномалия состоит в том, что на таких уроках чувствует себя ненужным человеком. То есть, дети сами включаются, у них очень высокая внутренняя мотивация это делать и меняется вообще другой принцип результата. Да, значит, эта программка только для iPad. То есть, мы в ее разработку вложили около 200 тысяч долларов. То есть, она нам обошлась так. И сделать там для Android можно, конечно, дешевле уже, наверное, за 100. Но сейчас их у нас нет этих денег. И пока не очень получается инвесторов привлечь. Поэтому... Но что мы можем сделать? А как мы можем сделать ее бесплатной? Поэтому берите, пользуйтесь. Опять же, iPad не нужны на каждого человека. Достаточно один iPad на группу. И в школе, в которой вот эти вот девочки Россия 2035 сделали, это не какая-то элитная школа. Это самая обычная. И на эти уроки там нужно 6 iPad. И дети делятся там между классами. Из другого класса приносят, дают другим ребятам, чтобы что-то они поработали, порисовали. То есть, здесь на школу 6 iPad найти точно можно всегда. И дети вовлекаются в этот процесс. Плюс тоже, что интересно, как это все дело распространяется. Очень часто, например, Ольгу Рафальчук ее приглашают куда-то провести мастер-класс. Она что делает? Она берет своих детей и по одному человеку в такую рабочую группу встраивает. Даже ничего не объясняет. Говорит, вот делаем ролик про какую-то тему заявляет. Нужно ли нам домашнее задание? Здесь вот запускается очень интересный процесс. Этот процесс очень похож на то, что происходит в жизни. То есть, есть человек, ребенок, который что-то знает. Какие-то взрослые начинают ему задавать вопросы. Эти знания выясняют у него. И запускается рабочее взаимодействие. При этом и дети прокачивают свои навыки коммуникационные и навыки обучения других. И начинают лучше друг друга слышать. То есть, начинают понимать, что какой-то школьник может что-то действительно знать. То, чего я не знаю. был вопрос, который я заметил, что это нужно уметь рисовать. Как вы считаете, что в себя включает навык рисования? Какие внутренние компетенции или компетенция уметь рисовать? Из чего она состоит? Вопрос понятен, нет? Или не очень? Хорошо, не буду вас мучить. Ну, если кто-то уже пишет, то пишите, пожалуйста. Не нужна инструкция профессионального дизайнера. Смотрите. Ключевая история здесь. Первое. Это визуальный словарь. Представляете, например, географическую карту или схему местности. И там есть специальные значки. Так вот хвойное дерево изображено. Так-то изображен там лиственное дерево. Так изображается избушка. Так там еще чего-то. И на самом деле, вот такой визуальный словарь, его может создать для себя любой человек. И есть способ изображения человечков, есть способ изображения машинок. Там, ну, солнышко, часы, фонарь, там, дорога, дом. То есть, вы можете, на самом деле, даже сейчас вот вас, если я попрошу это изобразить, вы это изобразите. Это первая компетенция, которую, ну, она нарабатывается на самом деле, если к этому есть интерес. Вторая компетенция – это визуальная композиция. То есть, когда даже ты умеешь рисовать там солнышко, машинку, там, дорожку, еще чего-то, нужно уметь это все изобразить на одном месте, скомпоновать. Это немножко более сложная компетенция, и она не связана с первой на самом деле. Потому что, если первая, она достаточно легко прокачивается, а вторая компетенция, вот композиционное мышление, оно немножко сложнее, оно про смыслы. И третья компетенция – это, собственно, визуальное мышление, когда ты переводишь фразы с вербального языка на визуальный. То есть, например, мы говорим о том, что, ну, может звучать в ролике фраза «должен быть услышан каждый», или «каждый голос будет услышан». Вот как вы фразу «каждый голос будет услышан» ее изобразите. То есть, это не самолет, это не объект материального мира. И здесь нужно подумать, с помощью чего, с помощью каких визуальных средств мы изобразим, чтобы каждый голос будет услышан. А такие вот ситуации, они сплошь и рядом. Поэтому, когда мы создаем ролик, или когда дети создают ролик, они сталкиваются с такими задачами. И эта задача как раз в ролике про «учиться с радостью» там говорилось про то, что левое и правое полушария нужно уметь активировать. И тоже есть, ну, разносятся голоса, которые говорят, что у нас такое левополушарное образование, которое очень сильно задействует левое полушарие, практически правое как-то вот оно так. Ну, опциональное. То есть, здесь, когда идет работа по созданию ролика, то даже если ты не нарисовал так красиво страну или еще что-то, тебе приходится переводить смыслы с вербального языка на визуальный. И ты решаешь композиционную задачу. Ты много задач решаешь, и это, ну, развивает на самом деле мышление. Очень здорово. Что еще? Ну, работа с текстом. На самом деле, на самом деле, гораздо сложнее, чем визуализация, это работа с текстом. И обычно, вот, ну, дети пишут в школе сочинения, они пишут их для кого или для чего. Ну, эти сочинения читают, ну, только учителя. Больше они никому не нужны, они никому не интересны. Ну, если только там по приколу, там, рубрика юморная и школьных сочинений, то, конечно же, там какие-то отдельные перлы, их зачитывает вся страна. Вот. Но обычно, ну, интересно только оценка. Вот. А когда делают ролик, то появляется другая мотивация. Дети сделали ролик, это продукт. Это продукт овнешненный такой, и он становится интересен и самому ребенку, и ему интересно его показать, поделиться, что мы это сделали. Это интересно его одноклассникам, родителям. То есть, возникает совершенно другая мотивация. И здесь возникает вопрос, ну, он становится автоматически, ну, актуальным. Это вопрос о содержательности этих роликов. Мы просто какое-то ла-ла-ла сделали и, ну, там, два притопа, три прихлопа. Или мы туда какую-то мысль положили в этот ролик, и он действительно о чем-то заставляет задуматься. Он какую-то точку зрения выражает. И вот оказывается, что там полторы-две минуты можно положить достаточно, ну, много содержания. Но чтобы это содержание вот туда положить, нужно, чтобы вот оно внутри, в голове возникло. И это, ну, такая отдельная задача. То есть, вот начав рисовать просто какие-то мультяшки там с баджами, да, на самом деле можно двигаться очень много. Ну, много. С одной и той же программой, с одной и той же технологией там очень много слоев скрывается. Вот, например, у нас для взрослых, для корпоративного сегмента мы разработали специальный формат. Формат мастерской упаковки смыслов. И сейчас я этот ролик включу. Тоже мы его посмотрим. Я его сделал доступным для скачивания. Потом можете скачать. Мастерская упаковки смыслов – это формат групповой работы, в ходе которого возникает два значимых результата. Первый – участники приходят к осознанию идей и концепций. Второй – это осознание помещается в короткий, объясняющий видеоролик, которым легко поделиться. Соответственно, к каждому из этих результатов ведет свой процесс. Все начинается с вопрошения. Участники соображают на троих. Эксперт, держатель смыслов, отвечает на вопросы, которые задает исследователь. А сборщик осуществляет пересборку смыслов, проявленных в ходе диалога эксперта с исследователем. Работа идет одновременно в нескольких группах, каждый из которых может рассматривать свою проблему. Качество работы групп сильно зависит от качества вопросов. Поэтому мы осуществляем ротацию исследователей между группами. Трех тактов смены вопрошающих оказывается достаточно. Далее идет этап сборки, в ходе которого участники фокусируются на трех аспектах. Точки зрения – позиции, с которой мы воспринимаем обозначенную проблему. Сильном вопросе, который, как правило, обращен к противоречию. Инсайте – способе снятия противоречия. Работа также проходит три такта. Во время второго и третьего тактов исследователь меняет команду, проводит аудит предложенной концепции, после чего продолжает работу в новой команде, помогая концепцию усилить. Как правило, к этому моменту участники мастерской смогли хорошо погрузиться в предложенные темы и разобраться в них. Далее следует этап упаковки. Он начинается с того, что концепция облекается в форму текста на 200-300 слов. Это 2-3 минуты звучания – время оптимальное для восприятия. Далее участники кодируют текст в формат объясняющего видео. Визуализация позволяет схватывать смыслы отдельных фраз и удерживать их в поле внимания аудитории, облегчая тем самым целостное восприятие текста и заложенных в нем смыслов. Для этой цели мы используем программу объясняшки, которую сами разработали. На создание ролика уходит 1,5-2 часа. Общее время работы мастерской может варьироваться от 4 до 16 часов, в зависимости от поставленной задачи и уровня подготовки участников. Это описание мастерской. Мы эту мастерскую придумали для того, чтобы ролики могли сделать люди, которые владеют смыслами, но при этом не владеют технологией. Мы этот процесс, когда прогоняем, наиболее хорошо он ложится на двухдневный формат, то есть два дня. Первый день заканчивается сценарием, второй день на доработку сценария и на визуализацию. Тогда можно сделать очень классный, содержательный ролик. Можно идти по такому пути, как сделать классный ролик, а можно делать просто ролики такие, на выброс может быть, но делать. И тогда, когда ты один, два, три, десять роликов сделал, там опять же буктрейлеры, прочитал книгу, прочитал книгу, сделай буктрейлер, сделай о чем эта книга. Ну, какой-то ролик, да, там. И, в общем-то, вот это была одна из моих первых идей. Я даже несколько буктрейлеров делал в объясняшках, думал допустить такой процесс. Ну, не знаю, давайте что-то вы уже сейчас, ну, осознали о том инструменте, который вам доступен, о тех каких-то подходах, которые с помощью этого инструмента могут быть реализованы. Давайте последние, там, десять минут мы потратим на вопросы, которые возникли. Я сейчас смотрю в чат и буду отвечать на те вопросы, которые там будут появляться. Я не загружал заранее буктрейлеры, у меня где-то вот там по бизнес-книгам я делал. Свои изображения загружать нельзя, но можно использовать фотографии в качестве шаблона. Там фотография в таком полупрозрачном виде может быть загружена. Понятно, что девочка вот страну рисовала не по памяти, она использовала картинку, которую подложила. Этой картинки потом в ролике нет, но она обводила контуры страны. То есть, все равно это вручную создано, но используются шаблоны, понятное дело. Мультики к стихам – это тоже хороший вариант, особенно на начальной стадии, потому что здесь отрабатывается вариант перевода с вербального в визуальный. Потому что стихи – они метафоричные, и не всегда метафора лежит на поверхности. И иногда как раз проработка стихов через объясняшки позволяет открыть для себя какие-то смысловые глубины. что там было зашифровано в этом стихотворении. Не очень понял проектная деятельность. Поясните, что там за проектная деятельность. Вы можете, значит, где можно посмотреть школьников в YouTube, поищите Лиза Обесняшкина. И там вот канал этой школы, в которой они там достаточно много роликов, там все публикуют со своих мастерских. Лиза Обесняшкина. Значит, без объясняшек можно рисовать. Да, здесь смотрите, в чем фишка именно объясняшек. Что ты, когда просто рисуешь стихотворение, ты рисуешь его целиком. А когда в объясняшке, там каждую фразу надо нарисовать. И нужно подумать, как эта фраза встраивается в текущую композицию. То есть там немножко больше слоев открывается, и там приходится более точно. То есть сама по себе программа, ты не можешь рисовать просто так абстрактно. То есть нужно уметь работать со смыслом текущим. Потому что звучит какая-то фраза. Я достаю из широких штанин дупликата бесценного груза. И вот там нарисован человек, стоит в штанах дупликат бесценного груза. Как его сделать? И ты вот начинаешь думать. И включаются очень интересные такие процессы. Что такое дубликат? О каком Грузии имел в виду Маяковский? А так, если ты просто про советский паспорт рисуешь картинку, она так в целом. Не очень понял вопрос про создателей. Кому? Наверное, сами создатели. Здесь на самом деле про создателей правда. Здесь важен не столько ролик, который получается, сколько важен процесс работы над ним. Потому что если мы говорим о том, что учить важно не знаниями напихивать голову, а развивать способность мышления, то как раз объясняшки в этом смысле очень хороши. То есть они, ну я на себе могу сказать, что у меня очень по многим направлениям, я свои компетенции развил и прямо это чувствую. И чувствую, когда начинаю общаться с другими людьми, даже с методистами учебных центров. То есть прямо вижу, насколько они там еще отстали. Хотя специально вроде бы я не учился, но через практику можно осваивать эти вещи. Так, ну и давайте я тут в конце тогда поставлю еще один ролик. Этот ролик мы делали с Московским институтом открытого образования МИО. Ну, там у них выходит серия программ на их телевидении, на их правом канале, я не знаю как он, точка сборка такого называется. Вот. И мы в этой программе тоже там участвуем, наши визуализаторы. И мы делаем какие-то вот объясняющие ролики такие. Собираем ключевые смыслы дискуссий, которые проходят там в прямом эфире. Вот. Ну, я тогда на этом прощаюсь. Вам открыл там ролики, которые вы можете скачать, которые здесь демонстрировались. Ну, и если будут вопросы по организации мастерской, там как доп. образования или какой-то, я готов вас состыковать там с педагогами практикующими. Там у Павла Юрьевича есть мои контакты. Если что, берите через него. Ну, на этом прощаюсь и запускаю вам ролик вот про экологию. Экологические проблемы начинают рассматриваться еще в 7 классе с охраной окружающей среды. На уроках физики продолжен тему в разговоре о сообщающихся сосудах на примере шлюзов, плотин и гидроэлектростанций. Уроки общества знания расширят представление о человеке как части природы. Получение природного компонента, волокон растительного и животного происхождения рассмотрим на уроке технологии. На уроках физики в 8 классе продолжаем тему загрязнения окружающей среды и говорим о тепловых двигателях. Изучаем проблемы очистки воздуха и воды на уроках химии. Как очаги сохранения окружающей среды особо охраняемые природные территории изучаются на уроках географии. В 9 классе в течение года изучают химическое производство, в том числе с экономической точки зрения на уроках географии. В связи с чем на уроках... Давайте поблагодарим Сергея за сегодняшний вебинар. Отличные ролики, отличная система. Вообще чисто технологически она меня в свое время поразила. И конечно сама идея гениальная о том, что надо сначала идти от звука, а скорость рисования зависит уже от фраз. Она эту технологию на особое место ставит. Это очень интересно. Я думаю, что если есть интерес, я немножко расскажу об объясняшках и на своем вебинаре, который должен состояться в пятницу. Ну что ж, к сожалению, мы тут столкнулись с не очень хорошим каналом на стороне Ханды-Мансийска. Ну, это вебинар и в вебинаре возможно все, да? Ну, по мере возможностей я пытался как-то подстраховать моменты и кое-какие вещи регулировать прямо в процессе вебинара. Тем не менее, все классно на самом деле. Я очень рад, что вот те слова, которые были сказаны, были поведаны. Это гораздо важнее, чем просто рассказать о самой программе объясняшки. Сергей больше говорил о философии. Философии создания смыслов в виде анимации. Ну, да, и для тех, кто, может быть, не знает, как скачать те ролики, которые Сергей дал, давайте я еще раз это расскажу. Потому что меня постоянно спрашивают, несмотря на то, что на каждом вебинаре я это объясняю. Итак, ну, давайте я вот доску включу, наверное, да? Доску. И, как всегда, покажу стрелочку, вот такую сделаю. Здесь у вас наверху есть ряд управляющих кнопок. Поднятая рука, смайлик и третья кнопка – это открывающаяся папка. Вот если вы нажмете на эту кнопку, то увидите окно ресурсы. Оно появится. При нажимании на этой кнопке оно то пропадает, то появляется. Вот сделайте так, чтобы оно было… у вас видно это окно. И вы увидите здесь целый ряд файлов, которые можно скачать. Чтобы скачать файл, надо нажать на изображение дискетки. Обращаю ваше внимание не на надпись, не на название файла, а именно на изображение дискетки. И тогда вы сможете этот ролик закачать к себе. А вообще-то выше по чату я дал ссылку на канал объясняшек, на канал смыслотеки. И там несколько десятков, по-моему, 40 или 50 роликов, которые можно посмотреть. И если вы умеете с YouTube скачивать, то скачать. Что ж, коллеги, всем спасибо. Жаль, что на простом планшете не сделать. Сергей объяснил, я надеюсь, что вопрос создания такого приложения – это достаточно серьезные затраты. Поэтому реализовано, к сожалению, только на iPad. Ну, вот с этим ничего не сделаешь, к сожалению. Ну, ладно, не буду. Я думаю, что Сергей сам все нормально объяснил. Ну что ж, коллеги, спасибо, что вы пришли на наш вебинар. Запись вебинара последует через два дня, где-то в четверг, завтра, наверное, к вечеру. Давайте будем прощаться до следующих наших вебинаров. Спасибо, что приходили. Приходите. Теперь я взяла больше. Хорошо. Так – это… П Pan. Хорошо. Следите.